И вас приветствую, друзья! Настал момент, когда мне нужно выйти из-за кадра и показаться перед своими зрителями. Меня, если что, зовут Александр. Нос у меня красный не потому, что я бухой, а потому, что на дворе зима, в гараже холодно, печку я только затопил. Сегодня перед нами стоит довольно экзотическая задача. У нас имеется старый кросс сцепление от японского мотоцикла. После небольшого тюнинга по увеличению высоты руля, требуется, чтобы этот трос сцепления был на 17 см длиннее. Покупать оригинальный такой японский тросик за 2000 рублей, да еще ждать, когда он прибудет на место, нет никакого желания. Будем искать альтернативные пути решения этой проблемы. Выходы ситуации есть. Пошерстив в магазинах, мы нашли более длинный, подходящий по сечению жилки советского производителя трос сцепления, который мы будем подрезать под длину, которая нам необходима. И вся наша задача сводится на изготовление своими руками вот этих наконечников. Как это сделать быстро и технически, и грамотно, я покажу вам в этом видеоролике. Поехали! Самое первое, в котором большинство людей делают большую ошибку, это то, что они пытаются кусачками перекусить трос. Не нужно этого делать, вы просто портите инструмент, а инструмент нужно беречь. Это делается в один прием, обычным старым допотопным инструментом, называемым зубило. Готово! Так как наконечники, которые крепятся у нас в рукоятке сцепления, идентичны, вся наша задача сводится к изготовлению всего лишь одного наконечника. Конкретно, вот такого образца. Далее нам необходимо освободить старый трос от этих наконечников, чтобы переставить их на новые. Это делается очень просто. Нагревается металлическая оплетка, и она спокойно слезает с оплетки троса. При демонтаже направляющей будьте осторожны, внутри из рубашки перегреть особо сильно нельзя никак. Великолепно! Великолепно! Продолжение следует... Подрезаем новый трос под необходимую нам длину. Не забываем заслесарить внутренние части оплетки, чтобы трос в этих местах не терся об оплетку и не распушался. Теперь устанавливаем направляющий со старого троса на новый. Делаем по такому же принципу, только в обратном направлении. Готово. Затравливаем новоиспеченный трос в новую оплетку со старыми наконечниками. Для того, чтобы он хорошо пролезал, его нужно покручивать по намотке самого троса. Тогда он зайдет без проблем. Ну вот. И зашел. Для наконечника была изготовлена вот такая вот форма. Это наконечник для сцепления. Он полностью повторяет форму. А эти два наконечника для тросов газа. Материал лучше использовать алюминий. Кто хоть раз паял алюминиевую проволоку, знает о чем я говорю. Что этот металл без специального припоя облудить не получится. А это как раз таки для нас и нужно. Формочка должна быть только формой. И ни в коем случае к ней улово не должно прилипнуть. Если она прилипнет, мы их просто не от дерева друг от друга. Приступаем к заливке. Для того, чтобы наш трос надежно зафиксировался в головке, его нужно распушить и сделать небольшой грибок. Все. Ставим в оправку. На такую высоту, я думаю, вполне. Теперь разогреваем. И заливаем. Для того, чтобы наконечник хорошо принял форму, саму формочку нужно тщательно нагреть. Блудиться. Это хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично пролудилась Теперь остается слесарить Добавил субтитры Трос заложен Очень хорошо Геометрия бабышки 6 диаметр внешний 4 внутренний И длина 10 Все как по стандарту Уверен, что среди вас найдутся те, кто скажет, что эта вещь не найдет И держаться она не будет Готов поспорить У меня на это есть два аргумента Первый аргумент Что это заводской метод изготовления наконечника Ну а второй Давайте проверим на практике Свободно Ходит свободно Фиксируется только бабышка Вот Только бабышка Надо же Держится Ну что, друзья С поставленной задачей мы справились Мы изготовили трос сцепления Той длины, который нам необходим Трос Той длины, который нам необходим И бабышку Та, которая нам необходима Если вам видео было полезно Ставим пальцы вверх И подписываемся на канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!